Всем привет, это канал Миллиона Абдулова, да? Нет, всем привет. Это так. Маслятки, маслятки. Повезло, хорошо видеть. Смотри, мы сейчас будем делать воспоминания. Будем делать воспоминания. Причем детские. Чего? Ну детские, когда 6 лет было, там, 7. Ты будешь говорить, какие в твоих годах, ну вот когда-то тебе было 6 лет, там, 86 год. А когда мне было 6 лет, это был 71. Мы будем делиться. То есть у нас разница в 15 лет получается. В 16, да, приблизительно. И мы будем сравнивать, а к чему это я просто рельбу-то. Мы-то ведь тоже воспоминали. В чем-то детстве стрельба была, в чем-то и не было. А вот, так-то. Ну, в моем-то детстве ее было. Клодос Аф был. Да. И пистолет Марголина. Нет, у меня была винтовка. Мелкашка, я с нее шмалял. У меня, у меня в клубе была. Да, но я ей постоянно пользовался. Но у меня свой обрез был. 14 лет. А у меня поджига-самопал и рогатка вот так вот. Еще нож перочили за 22 копейки, чтобы ты знал, у меня появился, когда мне было 7 лет. Я сам его купил в хозяйственном магазине. Это который потом рубль стоил уже. Не знаю, нет, 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 рубль он не стоил, там было просто выштамповано 22 копеек. Ну это та же модель, которая потом подорожала. Вот он маленький, вот такой был. Ну металлический, с остальными ручками, там солнышком был. Ну да. Ну он потом стоил рубль. Ну это было вообще, хрен знает когда. Ну через 15 лет. А-а-а, ну через 15 лет, ну так и было, да. Слушай, как времена ты, а там 1 рубль был, выштамповано? Да, цена 1р, у меня до сих пор дом лежит. Какая инфляция, просто жуть, 22 копейки и 1 рубль. Когда мне было лет 7, я нашел 50 копеек советских с гербом. Такие большие, белые, блестящие, деньги были тогда, я помню. И вот парень, на год меня старше, говорит, я говорю, что делать-то? Он говорит, пошли мороженое купим. Ну пошли мороженое. И когда я дал 50 копеек, нам дали 2 мороженое. Он говорит, мне это, а мне вот это. Я долго-долго стоял и ждал, когда мне сдачу дадут. Одно мороженое стоило 22 копейки, другое 28. Так это по сколько грамм-то там было? Нет, цена 22 копейки и 28. А было 50 копеек. Я отдал 50 копейки и ждал, когда мне сдачу дадут. А, то есть это типа вровень было, без сдачи. Дошло, ну слава богу. Дошло, так. Так вот, я долго ждал и такой озадаченный. Думаю, как же, когда же деньги мне сдачу-то? Мы же только 2 мороженое купили. Потому что на 50 копеек я уже знал тогда, что можно было купить 3. Ну какие-то богатые мороженые были в Москве. Ну он выбрал 28 копеек, самое дорогое. Самые блатные какие вообще. Потому что я помню, в моей юности, в моей, мороженое стоило, там что-то, по-моему, 20 копеек 50 грамм. Были по 20 копеек, но не 50 грамм, а 100, 19 копеек. 10 копеек 50 грамм стоило. Я просто помню, что 200 грамм вот это хрена было. Это было с шоколадом, да еще в орехах. Но это была порция. То есть это были не шарики, это была порция. Ну с бумажки завернутой, в фольге причем. И с кемошкой? Да. Ага. Самое крутое, круче него, дороже не было. Трубочка была еще козырная. Она 15 копеек стоила. Ну это не дороже же? Эх, славное было время. Я его даже помню. Ой, даже ты помнишь. Ну у меня сознательные воспоминания где-то в 6 начинаются. Ну вот. Вот. Я в 6 лет много тоже чего помню, как во дворе там играл, туда-сюда, на горке и ехал, ехал и стукнулся очень больно. А у меня старший брат спрашивает, тебе больно? А я говорю, нет. Мне стыдно было сказать, что мне больно. Я сказал, нет. Он говорит, ну тогда на, держи язык оленей, ешь. Я взял, съел олень язык. Мясо в смысле? Да. Ну привезли просто с севера, угостили. Вот. И он мне этот язык дал, я его съел. А у тебя чего было в 6-7 лет какие-нибудь воспоминания? В 6-7 лет самые мои яркие воспоминания. Не 6-7, это немножко пораньше. Угу. Потому что отец у меня тогда еще служил в ладоином поле, в авиации. ВС. Да, мы с мамой в гарнизонке были. Был там аэродромчик. Я не знаю, если он там сейчас. Сейчас не знаю. Помню в каких условиях мы там жили, там это чудесная офицерская коммуналка. У меня был игрушечный вездеход такой, в кузов которого я в том возрасте помещался весь. То есть это был просто железная игрушка такая. Я не знаю, что бы он весил. Толщина этого железа была больше, чем у современных автомобилей. Намного больше. Однозначно. Раза в два, как минимум. Но я забирался в кузов, он не проминался. Естественно, он же советский. Да. Вот. Чего? Вот я помню эти самолеты. Слушай, про вездеход. Я ведь в настоящем вездеходе ездил, когда мне было 7 лет. Меня посадили. Он такой вот маленький дверцы так вот открыл. Вот я сейчас прошло говорил. Меня отец в самолет сажал. Да ты чего? И ты летал на нем? Нет. Я не летал и ему чуть по ушам не дали, потому что там собирались проводить пристрелку пушки. А он меня посадил в самолет, у которого была пушка заряжена. Он нигде не знал этого. Ну хорошо, что я там ничего не нажал. Иначе было бы весело. Потому что он собирается еще горячую пушку пристреливать. Это было довольно забавно. Пушка стреляет очень знакно. Ну там шпаренная скорострельная такая дура. Да, 250 пульчик там за 5 секунд вылетает. Да. Это много. 22 миллиметра. Не, я не помню, что это самолет. Четвертый калибр будет. Не, ну там пушка, там снаряд вот такой у этой пушки. Да, да, да. Я помню. Он у нас в шкафу лежал. Жутко. Так. Вот собственно, что я помню из того времени. Ага, понятно. А, я помню, что еще отец мне подарил стропорез. Я в каком-то своем видео об этом уже рассказывал, что отец мне подарил стропорез. Ага. И, ну мой первый нож, грубо говоря, самый-самый первый. Блин, я вспомнил. Я до армии, мне подарили две лисички выкидных, зэковские. Фига себе. Причем одна маленькая такая. Так он в возрасте 6 лет? Нет. Мы про 6 лет сейчас говорим. Лисичка в 6 лет. Тебе 6 лет было, а мне было 17. Мы говорим про то, когда каждому 6 лет из нас было. А, когда 6 лет? Да. Ну 6 лет я помню. Лисичку. В свои 17 у меня был этот самый, был автоматик уже выдвижной. Ну, я такой тоже видел. Издалека. Дали щепнуть несколько раз. У меня просто был фильм «Воины» тогда популярный. Про банды про американские. Вот этот нож, вот он и бильтрамовский стилет окидной. Это были самые два мальчишеских артефакта, за которые просто люди были готовы душу продавать. То есть это была вот мечта. То есть тот, у кого такой нож, он значит все, он как в кино. Понятно. Вот. Ладно. Значит, а вспомнишь, когда тебе было лет 10? Расскажите. 10? Ну, я вообще учился в школе. Это был третий класс. Да, да. Так. Вот. Ну, тогда еще и в школе было достаточно скучно. Никакого такого веселья не вспомнить. Я помню, что мы играли в фантики во вкладыши. Мы в фантики играли только в пионерском лагере. В школе мы играли в ушки. Это я точно помню. И очень любили меняться марками. Особенно я. Меня даже прозвал один отец одного, моего одноклассника, сказал, что я римски менял. Я очень любил меняться. Он меня римски менял. Я не понимал, что это значит. Это преддверия банкиров были. Менял и да. Менял. Римски менял. Они меняли одни деньги на другие. Меняли доски. У них эти столы были. Банка называлась. Да. И деньги одного государства можно было менять на деньги другого. И с этого имел какой-то процент. Да. И он еще давал в рост. Ну, это бизнес был, короче. Ну, да. Нет, мы просто играли. Я ничего там не менял, не торговал. У нас был один человек, который... А я с детства уже любил меняться. Нет. Меняться. Вот у меня такой, у меня таких два, а у тебя таких два. Вот поменяемся один на один. Вот именно так. А я вот менялся именно, чтобы просто вот сам процесс мне нравился играть. Забирай, что у меня хочешь. А я вот тебе вот это вот возьму. Потом вот это вот. Мне был интересен сам процесс играть. Я еще научился. У меня была игра. Научился играть правильно. А потом вот все у меня наигранное. У меня в школьной раздевалке скрысили. Вот такая вот печальная история. Я мог. Кто ж тебя заставлял тогда оставлять-то по карманам? Ну, а кто ж заставлял под карманом залазать, а? Ну, так это просто случайно. Может кто-нибудь перепутал. Ну, да, в чужой карман залез. Ну, да. Песня такая есть. Маленький мальчик залез в чужой карманчик, но там не нашел он, увы, ничего. Тут ему от скуки поломали ноги и руки. Вот так ни за что оскорбили его. А, понятно. Но я к сожалению того, кто у меня эксперт не нашел. Так что он остался с руками. Что у тебя было в 15 лет? Воспоминания какие-нибудь? У меня? Да. Ну, в 15 лет какие-нибудь воспоминания. Так, в 15 лет это еще школа, это старшие классы. Ну, да. У меня первый компьютер уже появился. Это 9 класс, в 15 лет. Да, первый компьютер я купил в 95 году. У меня компьютер Spectrum был тогда, ZX. Ну, это вообще что-то такое. Сейчас ты сказал, наверное, кто-то даже и не понял, что ты там сказал. Сейчас телефон умнее, чем этот компьютер. Да, да, да. 48 килобайт оперативной памяти. 48 килобайтов мы на нем в игры играли. Это круто. У меня было 4 мегабайта, это был очень крутой компьютер. Ну, так и. И профессиональный компьютер имел 32 мегабайта оперативной. Нет, ну, такое мне только снилось тогда. И вот я этот профессиональный компьютер видел, как в него играли в Doom 2. И вон там летала вот эта игра, понимаешь? На моей она тормозила. Пришлось еще 4 мегабайта покупать. Тогда она у меня прошла хорошо. Это в 15 лет было? Нет, это было в 95 году. А в 15 лет что было? Когда тебе? А, в 15 лет у меня никакого компьютера не было. А что было? В 15 лет. Чем вообще развлекались люди? В 15 лет у меня был готовшийся монетафон вот с такими бобинами. И проигрыватель. А у меня уже кассеты. Виниловый. Кассет тогда не было. У меня весна была с кассетой. Кассет тогда не было практически ни у кого. А велосипед? Велосипед был? Велосипед был. Десна. Круто. С маленькими колесами. Нет, нет. Он дорожный взрослый. Дорожная Десна? Да. Я всю Десну, которую видел с колесами как-то. Потому что ты жив позже меня. У меня там здоровый был ХВЗ. Это был редкий велосипед Десна. И вот у него была кривая рама. И один мой приятель пришел. Я говорю, вот у меня колесо трет, не знаю что делать. Он говорит, тащи молоток. Как по этой раме, как треснул несколько раз. Я думал, у меня все, сейчас велосипед меня сломает. Велосипед оказался крепким, рама выгнулась. Я поехал, не стал ничего тереть. Я ему сказал, огромное тебе спасибо. И он мне еще что-то там потом чинил. И тоже вот таким вот способом молотком хряпнет куда надо. Нет, у меня на кофе все не было. У меня был самый первый жуткий мой велосипед. Это был... Не, ну совсем первый там трехколесный, да. Потом был медвежонок, дутик такой. А, дутик. Потом был школьник. Слушай, вот у тебя был дутик и у меня был дутик. А, у всех был дутик. Да, то есть вот столько лет прошло в СССР. Это вот традиция дутик. Я открою секрет. Сейчас на дачах у некоторых до сих пор они есть. Конечно. Не убиваемый медвежонок. Это велосипеды, да. А потом, когда я вырос из велосипеда школьник, у меня была чайка. Это такой прибалтийский аналог. А в школьник у тебя был еще? Школьник был. У него уже богато были лом до лопаток. О, школьник это круто. Так вот после школьника у меня была вот эта чайка. Вот чайка у меня осталась в состоянии абсолютно убитым. Просто в ноль напрочь. Там шаталась передняя звездочка. Постоянно слетала цепь. Дед мой его помогал мне чинить. Мы чинили, чинили его. Но в конце концов так его реанимировать не удалось. Потом я пересел на дорожную и все стало четко. А потом я появился спортивный. Но это совсем другая история. Нет, спортивный у меня так и не появился. Появился у меня потом раскладной. А тюнинг, тюнинг велосипедов был? Моден там, место там? Был. Струпушки на вилке там всякие. Тюнинг у меня был такой. Мы поставили моторчик D6 на мою Десну. Где-то уже раздобыли бензобак и звездочку уже поставили. Круто. Осталась цепочка. Там какую-то еще мелочь сделать и он бы поехал. То есть мопед. Да, да, да. Но к сожалению не срослось и многих частей не доставили. Потому что там друг, не знаю где он там их доставал. Нет, я имею в виду стилизация. У нас, например, модно было крылья задирать задние на велосипедах. Но я особым тюнингом не делал. Кто-то высокие рульи ставил. Максимум, что мне удалось сделать, это вот кусочек кожи на заднюю втулку, чтобы она полированная была. Все, остальное я ничего не делал. Я всякие проволоки не наматывал, как там некоторые делают. Мне казалось это лишнее. У нас хулиганские были велосипеды. Уже был такой повзрослее и мне это не нужно. С головами от игрушек там на проволочных, на раздражателях. У меня стальная была стружка. Я на машине станции, на даче, накрысил стружки, значит, она такая синяя. Ну, как бы вот она когда грелась, она... И куда ты ее присобачил? Я ее надел там на спицы, на эти самые, на держатели крыла. Она синяя, вот с цветами побежалости. И, короче, велосипед оставил, ну, на зиму. Это дачный мой велосипед был. Он зиму простоял в сарае. А в следующей весной я приезжаю, стружка вся рыжая стала, жавая. Слушай, а у меня воспоминание такое. У меня один придурок, иначе не скажешь, взял велосипед покататься. Он взял, взял. Я говорю, дай покататься. Говорю, да на. Он сел и уехал. А я стою и жду. Проходит полчаса. Проходит час. А я стою и жду. Уже весь, я знаю, вскипевший такой. А лет, мне было, наверное, лет 14-15. А я уже тогда был ростом, как сейчас, метр восемьдесят. То есть, парень был большой, крупный. А сколько лет еще раз? Ну, лет четырнадцать. Четырнадцать? Метра восемьдесят? Да. Ну, или семьдесят девять, что-то очень большой был уже. То есть, я уже очень большой был. Или метра семьдесят восемь. Ну, крупный, короче. А тут шкет маленький. Да видно тоже мой возраст, ну, шкет. И вот, через какое-то время мне говорят, а мы видели этого придурка на твоем велосипеде. Он катался, хвастался, что у него новый велосипед. То есть, он заворовал? Ну, не знаю, хвастался, что-то. Там я что-то такое тоже говорил. И приехал он такой, ну, за пять я весь довольный. То есть, неизвестно через сколько времени. Я его там задолбался ждать. И он приехал. А у меня были часы, подаренные мне. На левой руке. Я ему следил. Как шляндал. Вот прям вообще. Часами? Нет, тулаком. Ага. Часы после этого ходить перестали совсем. Что там с ним было? На мае ходить не перестал после этого? Я на него смотреть не стал. Видно, что у него синяк начал прям вот так вот расти на глазах. Я взял свой велосипед, посмотрел на него словно. Но уже второй раз ведь не стал. И уехал. Не, но факт, что он приехал, это уже круто. Что он его не навсегда забрал. Ну, да. Это круто. Но я теперь велосипед никому не даю кататься. Даже. Даже подержать. Да, ну так разозлиться. Я понимаю. Знакомая ситуация. У меня тоже надолго брали покататься. Но не на полчаса, конечно. Там через десять минут уже напрягать начинает. Если ничем не занят. Я уже через две минуты стал. Он сказал, что да я вот круг только здесь делаю. Круг и уехал. Нет, у меня была другая тема. Круг, именно круг вокруг садиков. Нет, ну это понятно. У нас была другая тема. Приезжали в гости к знакомым. Там ни у кого велосипедов не было. Там была деревня, жили небогато как бы. Вот. И мы там с ними тусовались. И мне мой велосипед пока не нужен. Я кому-то из них давал кататься. Там людей по часу и по два ездили. Это другой разговор. Да, да. У меня не круг прокатится, а покатайся, покатайся. Да, да. Просто пока не нужен. Да, пока я обратно не засобираюсь. Да, да, да. Вот. А тут человек взял прокатиться и уехал на час. Ну да. Что-то мы эту тему слишком раздули. Это у нас было 15 лет. Это воспоминание. 15 лет. Ну давай, ты теперь какой-нибудь возраст сможешь терять. В 17 лет, в 97 год мы его сегодня уже вспоминали. В 17 лет? Кровь льющаяся по улицам, хруст костей, трубы клюшки. А, в 17 лет я очень сильно увлекался рыбалкой. Кроме рыбалки ничего знать не хотел. Круто. Я просто учился еще тогда в путяге. Вот. Лето я, значит, рюкзак, лодку, удочки и все. И на выходные меня, так сказать, в городе нет. Зимой тоже 5 утра на трамвайчик, на вокзал, мотыля коробочку и на целый день на выходной вот это ловить рыбу. То есть, кроме рыбалки, мне кажется, ничего не существовало в то время. Ну, может, еще фотографией я еще увлекался, когда на рыбалку не надо было ездить, так сказать. А так меня даже дразнили. Рыбак. О, рыбак. Вот так вот я любил рыбалку. Понятно. А сейчас что-то редко езжу уже. Вот такие вот вспоминаю в 17 лет. А у тебя? У меня в 17 лет, как уже говорил, это… Море крови по колено. Ну, не то чтобы по колено, но просто вот тогда начались как раз субкультурные разборки. Подросли детишки, которые… Ты-то за кого был? Я был за рокеров. Ах, за рокеров? Я был за рок-тусовку. За металлистов. Ну, там… Рок-тусовка, она выступала единым фронтом. То есть, там в основном там металлисты, как бы панки, там и прочая компания, они как бы старались вместе держаться. А враги наши самые главные, это были рэперы и реймеры. А, рэперы. Ну да. У них еще штаны такие были дурацкие. Да, 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 да. С мотнёй до колена, шапки, носки вот эти, которые… Вот. Но… Я вот эти штаны не мог понять, зачем им такие штаны? Говна, что ли, большим летом? Нет. Это стиль такой рэперский, что они как бы… Негры, они же бедные, да, что и там одежду покупают либо очень сильно на вырост, чтобы надолго хватило, либо донашивают за старшими родственниками. И то есть одежда на размеры там больше получается. Вот это вот… Нашли кому подражать. Ну да, вот за это их мы и не любили. А-а-а. Это сейчас я там рэп слушаю, как бы, да, что я… Сейчас стал… Смыс? Стал меломаном, я могу сейчас электронику слушать и рэп, как бы, а тогда за то, что они там слушают колбасу электронную, а мы слушаем там Скорпиус какой-нибудь. Да, Скорпиус – это вещь. Можно было подраться вполне… Ну смысл был просто подраться в режим понятном. А, кстати, драки стенка на стенку-то в то время были там… А может быть и были, но я бы ни в кем участвовал. Ну, по-моему, не было. Слушай, и в городе, двор на двор набились. Ну, как-то вот не приводилось мне это наблюдать. Может и было, но как-то так все это эпизодично… Нет, стенка на стенку я не видел массовую драку. Нет, просто как мне рассказывали старшие родственники, драки-то были, просто они были намного, как сказать, чище. То есть не было поздных приемов, не били лежачек, не было никакого железа там… Нет, ну массовый драк я лично, когда был в 17 лет, не видел ни разу. Ну, это не факт, что их не было, значит. Нет, ну они могли быть где-то там, в определенных местах. А я старался держаться мест спокойных. Уедененных. Домашних мальчиков. Уединенных. Нет. Я любитель вот так вот выйти во двор, найти какой-нибудь уголок, где никого нет. И там, так сказать, тащиться от своей вот этой вот всей какой-то атмосферы. Понятно. Какая мне нравится эту… Ну там гитары, хабарики там и вся эта блатная романтика, нет? Гитары? Да. Да, там бурочку под гитару сломать. Ну, это чуть позже. Беломорчик докурить. Чуть позже. Вот, кстати, у меня этого тоже не было. Что я начал проваливаться вот в эту шентраку, но меня семья из этого вытащила. Я начал общаться со всякими там чуть ли не сварами какими-то. Ну, я… Меня вытащили из этого. Это было раньше семнадцати лет, значительно. Это было лет четырнадцать. У меня же со мной было проще. Я во все эти тусовки старался не лезть. Я всегда был сам по себе. Вот так вот у меня просто… Нет. Меня заняли делом. Меня отдали на единоборство, на плавание, на музыку. И у меня все время стало… У меня не стало свободного времени, чтобы со всякой германью тусоваться. Ну, так как я все время думал… А хотелось, хотелось. Я так завидовал. Практически все время думал о рыбалке. И именно потому я рыбалку и любил, что там можно было уединиться. Это так, что там вообще рядом никого нет. То есть ты уехал зимой, ушел куда-нибудь подальше, и рядом с тобой ни одного человека нет. Вот там я отдыхал. У меня наоборот. Мне наоборот хотелось с людьми. Всегда хотелось с кем-то общаться. Это нет. Это не… Кто я без моих зрителей? Так. Чуть софит не своротил. Вот. Это не софит. Это советская трехрублевая лампа. Ну, она светит. Фото-лампа называется. Все ок. Правда, я тогда лампочки вкрутил себе дорогущие. Четыре тысячи четыреста кельвинов. Вот именно поэтому я в очках здесь. Потому что ты лампочки, на них без слез не взглянешь. У тебя, наверное, просто глаза не привыкли. Четыре тысячи кельвинов. Они расплавятся. Четыре тысячи четыреста кельвинов. Это такая мера света. Кельвин – это мера температуры. Температуры. То есть свет в фотографии, я так любезно быстро скажу, делится на вот эту температуру. То есть он белый, значит, температура одна. Синеватый, другая, оранжеватый немножко. Значит, третья температура. И вот по этой температуре определяется, так сказать, какая тёплая лампочка или холодная. Вот сейчас холодный свет. А можно было, например, лампу на каллине включить, это был бы тёплый свет. А можно было бы две тысячи кельвина. В общем, это такой дремучий лес. Так, ну чё, выпуск, наверное, мы на этом показываем? Или дальше поехали? Ну, в принципе, нормально. До 15 лет доехали. Да. Ну, лучше потом ещё и… А, да. Давай это самое скажем. Ну, следующий выпуск у нас будет про москвич. Про машину. Подожди, подожди, подожди. Не-не-не. Мы сейчас просим у подписчика, что им раскрыть какую тему. Да. И тогда мы его потом уже раскрыть. Тогда подписчики. Да. Скажите, пожалуйста, напишите нам в комментариях, что? Конкретно вы хотели бы раскрыть более подробно? Например, драки какие-то массовые, которые… Не-не-нет. Вот это я подробно раскрывать не буду. Ну, придумаешь что? Какая тебе разница? А, придумывать-то зачем? Ты что FUCK, фантазии нет, что ли? Не-не, никогда не придумывают. Не-не, я не буду придумывать. За чем? Даже придумывать-то трудно. Вот, массовые драки. Ладно, тогда не массовые драки. Значит, какие бы вы годы, какие воспоминания, хотели бы чтобы мы рассказывали какую бы тех… И хотели бы вы вообще, чтобы мы это рассказывали, а не пошли бы отсюда... Так, ну не пошли бы. Нет, секундочку, меня, например, просили воспоминания из СССР. Воспоминания? Так есть же уже. У кого? Таких никого нет. Ну ладно. Чтобы вот так вот кто-то взял на спид покататься и не вернул. А ему потом в щит часами дали. Да. Да, он упал и не встал, да? Четко. Он не упал, удар был такой резкий, что он остался так, и там внутри осыпался весь. О. Видимо, так и было, потому что ты бы видел это лицо. Ну я говорю, часы ходить перестали, и он ходить не встал. Вот я сколько ждал, вот все туда и отдал. Был ходячий, стал лежачий. Да. Ладно, значит, если хотите, пожалуйста, мы подробнее расскажем. Если кого-то не задолбало нас смотреть. Ну да. На фоне зеленой тряпки. Во-первых, не тряпки, бумаги. Это хромакей дорогущий, между прочим. Да? Тряпку он нашел тут. Тряпку бы я повесил. У меня серьезная студия, между прочим. Да. Вот так тут. Как там? Мыши бегают. Тимош. Ну, серьезная студия. Одна крыса только. Возьмаляется. Да, одна крыса и та толстая. Большая такая, круглая. Пока-пока. Да. Лайки, лайки, лайки. Поставьте нам лайки. Ему, ему, ему. За двоих. Поставьте тратить. За двоих. А мне побольше хейтеров. Тупых и злых. Хейтеров. Хейтеров. Злых мне. Туда лайки. Ну, как скажешь. Ну, да, вот. Все? Да. Пока-пока. А, как я могу глазом-то моргнуть, что у меня очки. Ну, тогда, да. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.